Хорошо. Ладно, здравствуйте, дорогие друзья. Мы с вами пришли к такой теме, к которой, наверное, не случайно мы двигались таким достаточно длинным путем, а именно мы пришли к проблеме Бога как философской проблеме, и сегодня мы будем об этом говорить с разных точек зрения, будем заново раскладывать нашу колоду. Мы начинаем с этой точки, где мы говорим о Боге как понятие «цеус», греческое понятие о Боге, и будем сопоставлять ее с понятием «элогим», «эврейским понятием о Боге». Также будем говорить о Боге, как его понимает европейская культура, о Боге философов. Будем говорить о Боге «деус» как латинское понятие, как средневековое, так и новоевропейское, и о Боге, как мы его понимаем в немецкой философии. Таким образом, у нас есть целый спектр разных подходов, которых мы будем рассматривать, попытаемся сравнить эти подходы, поймем, как выстраивать разные философские системы, представление, философское представление о Боге. Мы с вами прошлый семинар посвятили проблеме человека, и поэтому сопоставление этих двух фигур, Бога и человека, оно вполне естественным образом возникает в нашей картинке. Но я хочу обратить внимание, что в философии, в древнегреческой философии, в общем-то, вопрос о соотношении между Богом и человеком, он не является центральным ни в какой степени. То есть, разве что мы можем считать, что поскольку и Бог, и человек обладает одним важным свойством, а именно разумом, то есть обладает свойством быть разумным, интеллектуальным существом, то по этой причине между Богом и человеком возникает какая-то аналогия. Но не более того. Но вообще понятие Бога, понятно, что в античной мифологии существует множество Богов, и в какой-то момент сам путь развития религиозного мышления приводит греков тоже к своего рода монотеизму. Об этом довольно классическую эпоху еще говорят разные философы, особенно илиатской школы, начиная с Синопана, который иронизирует над тем, что если бы коровы задумались о Богах, то, конечно, их богами были бы какие-то коровы и быки, потому что греческие боги это антропоморфные боги, и поэтому с точки зрения Синопана каждый народ выбирает себе богов по подобию с ними самими. Но мы знаем, что у многих других народов, не у греков, боги были совсем не антропоморфные. Можно было бы предположить, конечно, что предки древних индийцев были тоже какими-нибудь коровами, что они помыслили, что боги или египтян могут быть. Но на самом деле здесь проблема совершенно не в этом. Проблема в том, что для древних культур очень важный, как я думаю, и для современных культур вопрос о том, как именно Бог, как можно его познать. То есть, видимо, представление о богах, то есть религиозное воззрение, они имеют какие-то, несомненно, очень древние происхождения, происхождение архаическое, потому что мы не знаем ни одной культуры, которая бы лишена была этого, этого универсалия общечеловеческой. Поэтому некие религиозные воззрения с плюс-минус, может быть, отличающиеся между собой, может быть, даже не обязательно связанные с понятием о богах, но какие-то религиозные воззрения, видимо, присутствуют во всех культурах, но представления о них совершенно отличаются. И вот здесь, конечно, сразу же возникает вопрос, если бог или боги существуют, то каким образом мы, люди, можем до них добраться, их познать, с ними взаимодействовать и тому подобное. И здесь как бы параллельно развивается с одной стороны греческая мифология, а с другой стороны греческая философия. И один из вариантов, который идет, как я уже сказал, Ильяновская школа, которая первоначально начинает с иронии над антропомортными богами, приходит к идее, что бог — это единое, это некоторое первосущее, первоединое. И эта идея уже довольно ясно высказана в концепции Ксенофана и Парменида, который понимает бога как некоторое единое бытие, которое везде себе само равно и тому подобное. То есть есть вот бог, как некоторый универсальный абсолют, а есть реальный мир, в котором мир мнимости, в котором погружен человек. Это классическая такая алиатская схема, она же имеет прямое продолжение в патанизме, потому что патон, правда, не говорит в этом смысле про единого бога, хотя, может быть, отчасти касается этой темы, в том числе в связи с Парменидом, но, значит, в любом случае главная проблема состоит в том, что если бог – это абсолютное сущее, то есть вот как начало и бытие как таковое, то есть вот как мы это понимали вот таким вот образом, то тогда совершенно непонятно, каким образом мы можем добраться до бога. То есть если это универсальное бытие, а мы все люди существуем в каком-то актуальном бытие... коллеги, шума нет в данный момент. Сейчас нет. Хорошо. Вот. Хорошо, значит, тогда я продолжаю и рассматриваю пока вот... Значит... Вот я выхожу из шарстрина, потому что я буду тогда лучше... У меня сейчас видно полный экран, да? Да. Ну, хорошо, да. Я думаю, это будет лучше, потому что я буду показывать разные таблички. Значит, и это будет, наверное, более правильно, если я буду их показывать полный размер своей карты. Вот. То есть, значит, мы видим, что, значит, вот идея бога, которая является началом и которая является богом бытия, которую высказывают Илиаты, она же через Платона и Аристотеля становится доминирующей идеей в веческой философии. Но при этом, параллельно этой идее остается бурная греческая мифология. И религиозная жизнь, подавляющая большинство греков, продолжает оставаться жизнью языческих многобожьих политоистов, которые верят в много богов и так далее. Наряду с этим, какие-то возвышенные личности и философы могут говорить о едином боге, о таком вот, который говорит Аристотель. Это положение дел, оно, конечно, ну, невозможное, потому что культура не определяется никогда какими-то одиночками, и, безусловно, эти одиночки должны... Я учил дальше. Хорошо. Значит, вот, значит, следовательно получается, что начало, то есть, бог, который является бытием, он является богом, то, что называется бог философов, но подавляющее большинство народу, подавляющее большинство народу остается при всяких-вяких своих языческих богах и никаким образом не связан с этим. Но, между тем, нельзя сказать, что бог философов, он является чем-то второстепенным для древнегреческой культуры, потому что, видите, на его основе строится вся элитарная, как бы, система государства, потому что, вот, собственно говоря, мы с вами говорим, что бог философов, он также является богом полиса. То есть, полис государства, оно, как бы, сочетает в себе два элемента. С одной стороны, внутри этого полиса есть обычная религия, там верят в Зевса, в Афину, есть культ и все прочее, и сами философы тоже в это верят во все. А с другой стороны, у философов есть некоторая система, которая позволяет выстроить всю культуру государства, в том числе и общества в соответствии с какими-то рациональными принципами. Вот такой, своего рода, деизм, который возникает странный, такой античный, когда у нас существует параллельно совершенно разная структура религиозной жизни, она, конечно, не может быть устойчивой. И по этой причине в какой-то момент приходит конкурентная идея, а именно идея Бога как единого Бога, то есть еврейская идея, вот возникает концепция, которая приходит с Ближнего Востока и распространяется довольно активно по всему миру. Еще до того, как возникло христианство, идеи монотеизма еврейского, они распространялись огромной скоростью, просто потому, что эта идея была близка людям. И, соответственно, ну, есть известные, так сказать, по счету историков, что, скажем, примерно в первом веке до нашей эры, значит, в эллинистическом мире, в Риме, частично в Персии, иудаизм начал распространяться совершенно с огромной скоростью. Но при этом главным препятствием распространения иудаизма было понятно, что это такие строгие требования к еде, к уходу за телом, к брачным отношениям и так далее. То есть то, что является в некой основе еврейской традиции, а именно образ жизни. То есть очень многие хотели бы воспринять идею единого Бога, но не хотели бы в качестве довеска к этому воспринимать все сложные законы еврейской жизни, которые были характерны для иудаизма. Тем не менее, несмотря на это, начинают распространяться активно еврейские религиозные представления до такой степени, что в первом веке количество неевреев, которые исповедовали иудаизм в том или ином виде, приближается к количеству евреев, которые исповедовали иудаизм в античном мире, ну, в Римской империи, скажем. То есть возникают целые общины празелитов, людей, которые принимают в той или иной степени иудаизм, но не принимают его полностью. То есть, иными словами, в схватке между богом греческим и богом еврейским, еврейский бог начинает потихонечку побеждать. Вот, но, конечно, ситуация радикально изменилась с появлением христианства, потому что христианство отменило фактически все эти религиозные предписания еврейские, типа Кашута, Шабата, чистоты брачных отношений и много-много чего другое, и поэтому, так сказать, сделало, облегчило, так сказать, принятие монотеизма народа мира, просто как бы сделало это достаточно простым. Ну, плюс к этому христианство также предложило определенного рода религиозно-мистические идеи, близкие, ну, так сказать, ну, в той или иной степени языческому сознанию, умирающий, воскресающий бог, и, значит, как бы идея жертвы бога за человека и всякие другие такие вещи, которые, в общем, совершенно несовместимы с иудаизмом, но при этом хорошо сочетались с теми религиями, которые распространены были в древнем мире. Вот, в результате у нас возникает некий симбиоз двух типов религиозных идей, то есть вот этот самый Элогим и Теос. Вот, и это происходит отчасти уже внутри самого иудаизма в какой-то степени, потому что, собственно говоря, ведь христианская община ранее это была иудейская община, и распространяются эти идеи в первую очередь в среде каких-то в той или иной степени эллинизированных евреев, а с другой стороны в первую очередь фразелитов из народов мира, которые хотят принять иудаизм, но хотели бы принять в некой облегченной форме. Вот, но я хотел бы, сейчас история это не та тема, о которой я хотел бы говорить, меня больше сейчас волнует, собственно, философия. Я хотел бы понять, что же такое вот этот самый Теос-Элогим, то есть Бог, который, который, как бы сказать, библейский Бог, но звучащий по-гречески. Ну, мы все знаем, что в III веке до нашей эры уже была переведена на греческий язык Библия Септуагинта, который уже обозначил слово «Элогим» как словом «Теос». То есть, иными словами, подстановка это уже произошла задолго до возникновения христианства. Вот. И более того, также мы обсуждали с вами, что Бог, отвечая на вопрос Моисея, каково твое имя, ему говорит «Эми Эон», то есть «Я есмь сущий», то есть Бог называет себя в переводе на греческий язык Богом сущим, то есть первосущим, сущим большой буквы. И таким образом у нас как бы вот это вот сочетание, оно возникает уже внутри, собственно, еврейской традиции. И это сочетание, хотелось бы понять, что оно значит с философской точки зрения. Ну, первое, на что обращают внимание, что нигде в самом библейском тексте, в оригинале библейского текста, нету ни малейшего намека на такого рода идею, потому что слово, которое переводит «Эгайме Эон», «Эгье Шерэгье», это действительно ответ Бога на вопрос о имени, и дальше он говорит «Эгье Шерахани», значит, «Бог Буду меня послал», скажи, что Бог Буду послал меня, вот, и дальше четверть буквы на имя Бога, которое состоит из этих же букв, но только там «Юд Гэй Иваб Гэем», значит, это четырехбуквенное имя, которое как бы, ну, оно не значит, в общем, фактически на иврите можно было бы его понимать, как значит, ну, что-то типа, конструкция типа тот Буду, который, который, ну, значит, как имя, потому что там есть настоящее время, есть будущее время и есть, фактически, прошедшее время, то есть, это некое сочетание времен, очень интересная конструкция, и она, в философском плане, конечно, совершенно не совпадает со словом «он», то есть, сущее или бытие, но, тем не менее, значит, никто не потрудился подробно разобраться в том, что же все-таки написано в библейском тексте, а вместо этого получила максимальное распространение эта идея Бога сущего, которая стала основой, собственно говоря, всей средневековой философии, вот, потому что именно Септуагинта и потом Вульгата являлись теми текстами, по которым учили библейский текст христиане, потом, когда это было уже переведено на арабский или был составлен арабский аналог, мусульмане, то есть, иными словами, эта идея укоренилась в культурах агромистических религий, и даже в иудаизме в средние века она тоже получила определенное место жительства, хотя при этом в Талмуде имеется, несомненный, спор с идеей Бога сущего, потому что сейчас есть такой комментарий на эти же самые слова, что значит, что Бог говорит «я буду, который буду», потому что «буду» это значит «буду с вами». Там буквально в самом тексте так сказано «буду с вами». То есть «буду» это не просто «буду», а «буду с вами». И комментарий Раши Сыневековый говорит, что «я буду с вами» в этом изгнании египетском, также «я буду с вами во всех дальнейших изгнаниях». Конечно, этот комментарий для Раши очень важен, потому что сам Раша проживает в афкинастском изгнании во Франции и в Северной, и поэтому для него очень важно сказать, что Бог будет еврейским народом не только в Египте, но и во всех остальных гавутах, но здесь центральный народ говорит «я буду с вами», а не «буду» просто. Бог абстрактного бытия никогда не был существенно свойственен еврейской традиции, и тем не менее в Средние века в общем-то вот эта идея Бога, который первосущий, в частности у Маймонида, обретает некоторое право на жительство. Но я тут хочу очень важную вещь вам сказать, что с одной стороны синтез Бога и бытия произошел в философии, но с другой стороны в религиозной мысли, в том числе и в религиозной мысли еврейской, христианской, мусульманской никакого такого полного синтеза не произошло, потому что все равно христиане верили не Бога бытия, а Бога конкретного, который там в виде троицы, там совершенно Бога сына, Бога отца, но вообще по крайней мере конкретного Бога, и вот этот Бог-философ он совершенно не захватил народного сознания, как он не захватил греков народного сознания, это был некоторый Бог-элиты определенной интеллектуальной, но то же самое конечно произошло и у евреев и у мусульман, но я не скажу про христианство, но про ислам и иудаизм, там произошла очень интересная штука, потому что Бог сущий, который между тем непознаваем, потому что абсолютное бытие непознаваемо, оно абсолютно трансцендентно, он как бы для философа задается естественный вопрос, ну хорошо, если Бог это Бог, абсолютно непостижимое бытие, абсолютное бытие вот это вот самое божественное, которое скрыто от реальности, а все, что мы находим в мире, это проявление этого бытия, это эманации и все прочее, то как к этому Богу прийти, как его познать, и таким образом на основе вот этой аристотелевской в общем и платонической идеи возникает огромная мощнейшая система разных мистических школ, которые начинают исследовать вопрос, а как же к этому Богу прийти, и это касается и суфизма, и кабалы, в частности обращают на себя внимание, что наиболее фундаментальные школы как суфийские, ну, если говорить о суфе, суфе это мусульманская мистика, которая на самом деле изначально как раз не ориентировалась на философию, но где-то начиная с 11 века очень даже выстраивается на основе ферриопатетической философии, то есть на основе того же Аристотеля, в частности великий мистик и теолог мусульманский Аль-Газали, он, опираясь на философию Аристотеля выстраивать некую мощную суфийскую мистическую систему. Значит, аналогичным путем, но значительно еще более радикально идут последователи Ибн-Сины, которые занимаются так называемой восточной философией, Бальсофа Машик, это философия Востока, которая в основе своей имеет философию Аристотеля, но которая философия Аристотеля разворачивает каким-то удивительным мистическим образом, в частности один из наиболее ярких представителей этого Сухраварди, который выстраивает свою суфийскую систему мусульманской мистики на основе Аристотеля, но которая действительно является такой очень сложной мистической системой и аналогичную ситуацию, но совсем еще более радикально видим, мы видим у Абраама Булафи, который, опираясь на философию Маймонида, который, сам Маймонид, сказать, что он такой рационалист, это будет абсолютно неточным выражением, потому что сам Маймонид постоянно на каждом шагу говорит, что постижение Бога это дело только мистиков, вернее, не мистиков, он говорит, это пророков, это людей пророческого уровня, индивидуальных мыслителей, людей абсолютно совершенной души, которые поднимаются к постижению Всевышнего. Это, с точки зрения Маймонида, является абсолютно уникальным свойством, а народ верит в более простую веру Бога, который, так сказать, попрощается в каких-то образах, метафорических притчах и тому подобное. Но, с точки зрения Маймонида, как раз Тора и является способом представления Бога трансцендентного, скрытого для сообщества его общины, то есть еврейского народа. Поэтому Тора дает не просто описание Бога, она дает тот путь, по которому можно идти, чтобы к Богу приблизиться с точки зрения Маймонида. И, значит, эта теория Маймонида была легла в основу средневековой схоластики, высокой схоластики европейской, то есть, в первую очередь, учения Альберта Великого и Фомы Аквинского, то есть, она создала некий компромисс между Богом-философом и библейским Богом. Этот компромисс совершенно не умещается в понятиях эгоэймиэон, Бога сущего. Это, значит, более сложный компромисс, потому что для того, чтобы его сформулировать, необходимо создать герменевтику библейского текста, то есть, нужно научиться читать библейский текст так, чтобы он стал дорогой к Богу, а не просто так некоторым набором тыч и всяких метафорических описаний. То есть, он должен быть своего рода лабиринтом, такой траектории, при помощи которой может человек прийти к Богу. И с точки зрения Маймонида, это любой человек в мире, это совершенно не обязательно евреи, то есть, библейский текст Тора, она дает, открывает путь для всякого человека, но при этом тут очень важен принцип общины, потому что прийти к Богу в одиночку может только один уникальный человек, пророк, или человек близкий к уровню пророка. Такие люди, их Маймонида называет праведники народов мира, они всегда существовали, они всегда есть, и они, значит, несомненно, так сказать, являются важным компонентом общечеловеческой культуры, но в то же время масса народ не может быть такими, так сказать, уникальными личностями, которые могут так запросто прийти к Богу своим собственным путем, а народ требуется поводыри, наставники, тексты и прочее, и вот для них существует Тора, и тут дальше есть очень интересный момент, что Тора, она, конечно, в первую очередь существует для общины Торы, то есть для еврейского народа, но она для всего мира, и поэтому народы мира, с точки зрения Маймонида, тоже при помощи Торы, а именно при помощи заповедей сынов Ноя, они как бы могут стать ноохидами, то есть тоже взять, воспринять Тору как источник, здесь очень важный момент, который очень многие исследователи не понимают, и комментаторы тоже не всегда понимают, а именно, что Маймонида, с одной стороны, говорит, что каждый человек может прийти к Богу своим собственным путем, но с другой стороны, он говорит, что народы мира могут быть праведными, для этого они должны выполнять заповеди народов мира, но реально это возможно только тогда, когда они научатся этим заповедям из Торы, и возникает вопрос, для чего им учиться из Торы, если они их могли бы выучить непосредственно из природы, что это естественное право. Но нет, говорит Маймонида, это тоже невозможно, потому что они точно так же обладают воображением, и также они постоянно склонны представлять Бога в виде воображаемых сущностей, и поэтому им тоже нужен путь, и поэтому путь народов мира, так же, как и путь еврейского народа, это сложный путь Торы в этом мире. Но это вот, что касается представления Маймонида о Боге, то есть, иными словами, Бог, он единый, он один у всех народов, у каждого человека, но пути прихода к нему отличаются, скажем, у евреев, у народов мира, потому что евреи это народ откровения, народ Торы, который изучает Тор во всех ее тонкостях, деталях и глубине, с точки зрения Маймонида, евреи, которые Тору не изучают, они почти то же самое, что не евреи, то есть, которые не изучают Торы, а не евреи, которые изучают Тору, они значительно ближе к Богу, чем евреи, которые ее не изучают. Но, тем не менее, потенциально, поскольку еврейская община это некоторое единое целое, то не еврей даже, который не изучает Тору, он косвенно, а через своих родственников, через своих близних, ближних, через общину, все-таки к Богу приближается. И то же самое происходит с другими культурами, другими народами, которые объединяются в общину, чтобы двигаться к Богу. Но самый идеальный вариант – это община наахидов, то есть людей, которые принимают на себя заповеди, семь заповедей сынов Ноя. Это картинка, которую мы рассмотрели с Маймонидом, но очень интересно, что Маймонид, так же, как и перипатетики другие, мусульманские и христианские, такие как Аль-Фараби, Ибн Рушд, в какой-то степени Ибн Сина, и также и Фома Аквински, у них, так сказать, вот эта перипатетическая основа дальше выстраивает определенную какую-то мистическую систему, которая позволяет четко двигаться, потому что, видимо, требования Маймонида к личности, которая ищет Богу, слишком высокие, и даже слишком высокие для продвинутой общины. И таким образом ученики, последователи Маймонида, начинают вступать с ним в спор, некоторые, наоборот, его поддерживают, как Кабу-Вафи, а некоторые начинают с ним спорить, такие как, например, каббалисты разных школ, и предлагают свой собственный путь, но очень часто они цитируют те же самые фрагменты из Маймонида, то есть из Аристотеля, прошедшего через Маймонида. Так или иначе, возникает наряду с Богом философа некий мистический Бог, который проявляется через систему Суперот, через какие-то атрибуты, через лицо красавицы, скажем, в суфийском варианте, то есть через какие-то образы, метафоры, символы, обязательно появляется фигура учителя, очень существенно, фигура учителя, конечно, важна и для философии, но философ все-таки двигается самостоятельно в большой степени, а для мистических школ появляются учители, у которых тысячи учеников, так как это происходит в суфизме, хасидизме, то есть, иными словами, возникает фигура Бога, мистического Бога, который на самом деле в себе многое имеет от вот этого философского Бога, но все-таки с ним каким-то образом спорят. И я сейчас на некоторое время хочу покинуть, я хотел здесь зафиксировать важность вот этого Бога, который у нас в нашей колоде выступает в качестве сочетания Бога еврейского и Бога греческого. Он такой вот Бог, который, с одной стороны, где-то в самой своей глубине, это Бог скрытый, недоступный, который находится где-то в дебрях постижения и так далее, с другой стороны, это Бог, который является к людям, который постоянно в контакте с людьми, к которому можно обратиться, и любая женщина, любой мужчина, ребенок может к нему обратиться. Такой библейский Бог, естественно. Это вовсе не Бог, которого невозможно познать, нетрансцендентный Бог философский. Но вот это вот сочетание, мне очень важно подчеркнуть, оно доминирует в мышлении культуры, как мусульманские, так и христианские, так и еврейские на протяжении столетий. Вот некоторые своеобразные комбинации, которые приоритеты, может быть, проставлены по-разному. Теперь я хотел бы немножечко поговорить про Бога философа, что с ним произошло в Европе. И, может быть, мы в какой-то момент все-таки вернемся к библейскому Богу, но все-таки я хотел бы несколько слов поговорить о том, что же такое вот, такой вот персонаж. Я специально его сейчас беру на латыни, а не по-гречески, потому что греческий язык... Значит, я остановился на том, что у нас в нашу систему входит некоторый Бог европейцев, но он на латыни обозначает себя. И я сказал, что греческого Бога забыли основательно, потому что даже, ну, сочинение Аристотеля, предположим, в XIII веке уже вспомнили, а Платона до XV века фактически почти не знали. И греческая философия в Европе... Это странно сейчас звучит, потому что мы знаем, насколько греческая философия мощно звучала в Европе в XV, 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 XVIII, XIX веке, но... Отодвинь чуть-чуть микрофона от себя. Отодвинул. Сейчас лучше? Да, да. Вот, хорошо. И таким образом я буду говорить немножечко о том, что произошло с Богом европейцев. Ну, во-первых, понятно, что Бог европейцев – это христианский Бог. И, значит, хотя, конечно, европейцы всегда помнят о библейском тексте, но христианский Бог до определенного времени доминировали идеи, ну, христианского Бога, так как он представлен в Новом Завете, то есть это новозаветный Бог. Вот. И в некотором роде ветхозаветный Бог, как такой далекий, трансцендентный, тоже иногда очень близкий, он в какой-то степени ушел с поля зрения до XVI века. Но в XVI веке примерно в Европе происходит то, что можно условно назвать библейской революцией, когда вроде бы опять библейский текст начал читаться очень внимательно, и, собственно говоря, возникло протестантское движение, которое, ну, как бы, анимировало и в какой-то степени вернуло Ветхий Завет в качестве важного текста, не только как предисловие к Новому Завету, но важного самого по себе. Вот. И в итоге стал вопрос все-таки о том, что же такое, вот как это сочетается, Бог являющийся, Бог, которого мы, типа, знаем, и который, ну, как бы сказать, известен людям, да, и Бог скрытый, трансцендентный, непостижимый, который сотворил мир и так далее, и так далее. Дело в том, что в средние века вот этот Бог, которым я говорил, Бог, который Теос и Лаким, он, в общем-то, и мир-то не очень сотворил, потому что в средние века считается, что сотворение мира – это своего рода метафора, поскольку вообще он является причиной, потому что действие такое вот, как вдруг взять, из чего сотворить мир, это как бы совершенно непостижимо с точки зрения греческой философии. А вот тут возникает опять этот заветный Бог, который сотворил мир, и возникает новая, как бы, проблема, поиски, новые поиски этого Бога. И я в данном случае хочу отметить, что европейский поиск этого Бога, он идет очень интересным образом, потому что в первую очередь он идет через человека, потому что мы с вами говорили уже на прошлом занятии, что человек вообще-то в Древней Греции не имел такого особо принципиальной роли, как понятие. Понятно, что люди играли роль, но понятие человека, оно не выступало, то есть у софистов разве что оно проявилось в большой степени. Ну, человек-философ, конечно, это важно. Я сам, который нахожусь в философском поиске, но понятие человека, в частности другой человек, оно особо роли никакой не играло. Вот. А вот в новоевропейской культуре тут человек снова стал важнейшим персонажем. Это в частности выразилось в тексте, который написал Пико Далмирандово. Вообще эпоха Возрождения называется эпоха гуманизма не случайно, потому что снова понятие человека. И тут возникает вот эта вот наша сложнейшая проблема. Как между собой соотносится Бог и человек? То есть, ну, вот если рассматривать в этой термонологии, то вот как между собой эти два персонажа, они взаимодействуют? Человек и Бог. Гомо и Деус. Значит, и здесь возникает очень интересная раскладка. Я могу сразу же перейти к разговору о философии Декарта, о Боге Декарта, потому что, значит, Декарт, значит, безусловно, в отличие от Галилея, открывателя физики нового времени, он тоже был физиком, математиком, но для него не менее важна роль играла теология. Он пытался понять, об какого же Бога мы верим. Декарт был воспитанником инзуитской школы, и для него эта тема являлась первостепенной. И Декарт во всех своих сочинениях, в первую очередь, в медитациях первой философии, пытается понять, анализируя самого себя, что же такое Бог. И в какой-то степени он приходит к выводу, что у него нет никакого возможного способа понять, что такое Бог, потому что Бог никак не проявлен, потому что все, что он видит вокруг себя в мире, все это ненадежно. И, во-первых, он Бога не видит, в отличие, кстати говоря, от, видимо, средневекового христианина, который видел Бога регулярно. Как-то раз у меня была такая интересная ситуация, я во время какого-то семинара в Украине, где были какие-то дети, видимо, православные украинские, я им сказал, что вот ведь, типа, Бога никто никогда не видел, но из нас с вами. На что мне дети сказали, нет, мы регулярно его видим по воскресеньям, или когда мы приходим в церковь. И я был потрясен на этом, потому что я думал, что я, может быть, только каким-то невероятным напряжением, может быть, что-то знаю про Бога, и у меня есть какое-то ощущение от Него. А вот есть люди, которые просто приходят в церковь и его там видят. Но дело в том, что такой непосредственный способ восприятия Бога, который был характерен для средневековья, он в новое время, безусловно, утрачен был. И поэтому для Декарта, Декарт говорит, нет, все, что мы видим, все это ненадежно, все наши органы чувств нас обманывают. И что же такое Бог? Можем ли мы познать Бога? А мы говорим, что Бог – это бытие, но, собственно говоря, даже и бытие на Бога не дано непосредственно. И Декарт приходит к идее совершенно замечательной и удивительной Бога-обманщика. Он говорит, что ведь если, предположим, мы допустим, что существует некое верховное существо, которое ответственно за то, что я вижу, что я чувствую и так далее, то это, несомненно, Бог-обманщик, потому что я постоянно ошибаюсь, я постоянно заблуждаюсь, я постоянно нахожусь в состоянии ошибки. Следовательно, если все мои образы приходят от Бога, то тогда он введет в заблуждение. Потом Декарт приходит к выводу, что нет, все-таки ошибки происходят не от самого Бога, они происходят все-таки от неадекватности нашего восприятия, наших чувств. Но Бог-обманщик у него появляется в какой-то момент, и тогда Декарт устанавливает единственное, что является стопроцентно надежным, это человек, это я сам, эго, сомневающийся, мыслящий я, эго-когита. И вот эта вещь, мыслящая вещь, раз-когита, это и есть тот Бог, который, это не Бог, это человек, это я сам, который единственным может стать основой для какого-то постижения. Но от этой точки мы можем теперь дальше перейти к Богу, потому что мы выясняем, что на самом деле мы не являемся сами источником своего собственного существования и собственных мыслей, мы воспринимаемся из внешнего мира, а само существование, не положенного нам внешнего мира, свидетельствует о том, что у него есть причина, и что этой причиной являемся не мы. Таким образом, как бы Декарт осуществляет новый путь к Богу, это путь через человека, через человеческие сомнения, через человеческий поиск, через человеческие постижения, но таким образом этот Бог уже, так сказать, новый европейский Бог, который не является как бы тем самым старым, классическим христианским Богом, потому что здесь уже у Декарта, разумеется, нет никаких разговоров о троице, о боговоплощении и о других каких-то логических принципах. Это все он оставляет религии, то есть, когда Декарт идет, там, церковь, молитву осуществляет, наверняка он молится именно этому христианскому Богу, но как философ, он думает совсем о другом Боге, о этом Боге, который тоже является первосущим, Боге бытия, потому что он использует антологические доказательства существования Бога, но при этом это Бог, который дан нам через нашу человечность, и это очень важный момент, это резко отличается от античного Бога, от Бога Аристотеля, скажем. И то же самое мы видим с другими, на самом деле, хотя часто противопоставляют умозрение Паскаля, который не хочет верить Бога философа, хочет верить Бога Авраама Абрама Исхака Якова, но тем не менее, Паскаль тоже философ, просто Бог Абрама Исхака Якова это Бог человека, здесь очень важно, что Бог Аристотеля это не Бог Аристотеля, это Бог некой философской конструкции, а Бог Паскаля, это Бог конкретно Паскаля, так же как и Бог Декарта. И таким образом мы переходим к Богу Спинозе, который является Бога Человека в Спинозе. Это не абстрактная единица, как некоторые думают, просто некая причина самого себя, а это та причина самого себя, до которой можно добраться через анализ самого себя, через самосовершенствование, через интеллектуальное постижение. И это Бог европейцев. Бог европейцев резко отличается от античного философского Бога, я имею в виду даже философский Бог европейцев. И это очень-очень важно понять. Но мы также должны констатировать, что все дело не так просто, потому что наряду с этим, как бы сказать, католическим, условно говоря, единством Бога и человека, который мы находим, скажем, у Декарта, и, может быть, у итальянских, французских философов, но в Германии ситуация развивается несколько иным способом, потому что немцы значительно более в радикальном виде восприняли библейские тексты, и они, значит, идея вот этого абсолютно трансцендентного Бога, Бога, которого, ну, нельзя просто через чисто, вот как Декарт говорит, что все вещи, которые очевидны, они являются истинными, потому что, в конце концов, нас обманывают чувства, но не обманывает Бог. И поэтому, значит, как раз Бога мы воспринимаем непосредственно своим чистым интеллектом, непосредственно и чисто, но для немцев это кажется мало, потому что необходимо проверить, а действительные постижения наши приводят к постижению Бога. Это есть та отправная точка, с которой начинается, значит, кантовская философия. Кант еще за много лет, даже десятилетия до того, как он написал «Критику чистого разума», он написал трактат, который называется «О единственном возможном доказательстве бытия Божия». Он рассматривает разные виды доказательств, опровергает их всех, потому что, и главным образом, антологическое доказательство, то есть идея Бога как сущего, потому что Кант говорит, что то, что что-то существует само по себе, это еще не значит, что это существует по отношению ко мне. Кант, как и уже и Декарт, как и уже любой европеец, не хочет абстрактного Бога. Он хочет Бога, который дан в каком-то созерцании или в размышлении Бога меня, человека, а не вообще Бога. И поэтому ему нужен именно такой вот Бог. А такой вот Бог – это не Бог чистого бытия. И отсюда Кант приходит к очень важному различию между бытием, Зайн, и актуальным, наличным бытием, Дозайн, Экзистанс, то есть существованием. Бог, как абстракция, есть с точки зрения антологического доказательства, но из этого еще не следует, что он существует. Потому что существует – это то, что мне дано, это наличное только, то, до чего я могу добраться. 30 талеров вообще существующие – это не то же самое, что 30 талеров в кармане. Окружность, как нечто абстрактно существующее – это совсем не то же самое, что какое-то тело в форме окружности. Поэтому для Канта Канта ставит свою собственную философию, и у него получается, что Бог – это сугубо парадоксальное существо, потому что оказывается, что Бог существует, но добраться до Него мы не можем. Но здесь есть удивительнейшая штука, которая все-таки находится у Канта, где тут у меня, значит, эта фигурка, я боюсь, что я ее сейчас не найду, но она у меня тут была недалеко, это фигура человека, значит, потому что для Канта понятно, что Бог дан через человека, как и для Декарта, но все это дело в том, что у Канта, поскольку в собственном созерцании я до Бога добраться не могу, то я могу до Него добраться только через другого человека, то есть через этику, через отношения с другим человеком, потому что оказывается, что другой человек – это и есть та причина, по которой я вообще ищу Бога. Вот, потому что именно он, этот другой человек, является для меня проблемой, через которую я устанавливаю отношения с реальностью, с миром, с Богом и тому подобное. И таким образом и проявление Бога осуществляется через мое отношение с другим человеком. Таким образом, этика кантовская, она оказывается в некотором роде выше, чем метафизика. Ну, по крайней мере, такова трактовка Канта, которой я придерживаюсь. Значит, получается, что мы добрались, наконец, до Бога каким-то таким интересным образом через другого человека, но я должен сказать, что это ненадолго нам хватило, потому что Бог Канта очень парадоксальный, тоже христианский Бог, протестантский, который основан на протестантской этике, на отношении к другому человеку, на строгое самоограничение и так далее. Это, как ни странно, не Бог любви. Это Бог, в некотором роде, закона, как это ни парадоксально. Вот. И поэтому для христианской культуры, естественно, нужно сделать шаг назад от такого Бога, а именно к некоторым вариантам Бога любви, но тот Бог любви, который получается только на основе синтеза Бога и человека. То есть, опять мы встречаем вот это вот сочетание, которое мы уже с вами говорили. И именно по этому пути идет философия немецких классических философов после Канта, в первую очередь, конечно, Шеллинга и Гегеля, которые выстраивают новую совершенно философию религии. Здесь очень важно вот что, что в некотором смысле философия Гегеля восстанавливает образ христианского Бога. Не случайно гегелевская философия распадается на триады, и, скажем, его энциклопедия философских наук состоит из трех частей. Это философия, это логика, философия природы и философия духа. Ну, можно, тут есть проблема, но можно предположить, что логика – это логос, то есть это Бог-сын, а философия природы – это, может быть, можно предположить, что это Бог-отец по Гегелю, а дух – это святой дух. Но, так или иначе, это совершенно не случайное совпадение. Гегель пытается единство Бога и человека вместить внутрь своей философии, и в некотором роде то единство Бога и человека, которое было до сих пор в философии европейской декларировалось, Гегель разворачивается, разворачивается в мощнейшую философскую систему, в исторический процесс, потому что, собственно говоря, вся история – это путь человека к Богу. Так это понимает Маймонит, но так же это понимает и Гегель. Но Гегель это понимает своим образом. Что я могу сказать? Что эта точка зрения гегелевская, она была чрезвычайно популярна в начале 19 века, но уже против нее выступает ряд других философов, но первым, кто выступил против Гегеля – это его друг и оппонент и противник Шеллинг, который постоянно спорил с Гегелем. Но, конечно, против Гегеля выступает два очень крупных философа середины 19-го и конца 19-го века. Это, в первую очередь, три, скажем. Это Киркегор, потом Шопенгауэр и, наконец, Ницше. Потому что вот такой вот гармоничный Бог, богочеловеческий, христианский Бог и так далее, он, собственно, вызывает буквально ярость и сопротивление, скажем, у Ницше, потому что ницшевский бунт против христианства – это очень христианский бунт, но, тем не менее, это бунт против христианства, в том числе и это бунт против этого самого христианского Бога, с которым невозможно разговаривать, можно с ним слиться, можно быть вопощением его, можно его переживать, но с ним нельзя вступать в взаимодействие. И это, конечно, вызывает несомненную ярость и становится отправной точкой формирования философии диалога в конце XIX-начале XX века, которая уже является предметом нашего дальнейшего разговора, и поэтому мы должны перейти от, собственно говоря, Бога-человека, Бога, который, Бог и человек находятся в неком единстве, в Бог, в котором, философии, в которой Бог и человек находятся в неком постоянном диалоге, взаимодействии, и поэтому мы должны перейти к следующей теме, поговорить о том, что же такое лицо и каким образом возможно личностное отношение между человеком и Богом, между человеком и миром и так далее. То есть, это логическая тема, мы уходим, на этом наша сегодняшняя лекция, видимо, закончена. Если у кого-то есть замечания, я буду рад их высушить, и думаю, что другие будут рады, значит, но я, по крайней мере, свою основную часть сегодняшнего выступления закончил. Продолжение следует...